Здравствуйте! В эфире Инсталайв для абитуриентов, поступающих в Институт математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Сегодня вы узнаете о приемной кампании 2021. На вопросы ответят Екатерина Александровна Турилова, директор Института математики и механики имени Николая Лобачевского, Аркадий Александрович Попов, заведующий кафедрой геометрии Института математики и механики, и Константин Андреевич Поташев, заведующий кафедрой аэрогидромеханики Института математики и механики. Абитуриенты, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. Начнем с первого вопроса, пожалуй. Когда начинается прием документов? Ну, это вопрос дискуссионный на самом деле. Но, во-первых, я бы хотела поздороваться со всеми теми нашими потенциальными студентами и абитуриентами, те, кто нас слышит сейчас и кто, может быть, будет смотреть наш эфир сегодня. А если мы говорим об общем конкурсе, то прием документов начинается 20 июня. Но на самом деле приемная кампания в Казанском университете уже началась, потому что сейчас она открыта для иностранных граждан. Так что действительно вопрос спорный. Когда же начинается приемная кампания? На самом деле для магистров она уже давно началась. Была олимпиада, я магистрант. И те, кто ее успешно прошел, в принципе, если они набрали достаточно много баллов, они уже могли и поступить. Так что участвуйте в следующих годах, выгодя олимпиаду, вы пройдете, имеете шансы, по крайней мере, это сделать. Следующий вопрос, который также волнует всех абитуриентов. Сколько в вашем институте бюджетных мест на бакалавриате и в магистратуре? Ну, опять же, да, тема очень интересная. Для начала, наверное, нужно сказать, что последние годы количество бюджетных мест в нашем институте увеличивается, увеличивается значительно. На тех направлениях, подготовку по которым ведет наш институт. А если нужны итоговые цифры приемной кампании текущего года, то на направлении математика, на направлении бакалавриата у нас в этом году 40 бюджетных мест, так же, как и на направлении бакалавриата механика и математическое моделирование. На направлении математика и компьютерной науки 55 бюджетных мест, на направлении прикладная механика 15. На педагогическое направление мы готовим учителей математики и информатики, у нас 25 бюджетных мест и 10 мест на заочное обучение, на направление, опять же, педагогическое, которое готовят учителей математики. И 25 мест на магистратуру. Это речь шла про бакалавриат. Если мы говорим о магистратуре, то на направлении математика у нас 20. Все 25. Правда, там есть три направления. Это общая цифра 25 на все. На направлении математика и компьютерной науки 15 мест, и на направлении механика и математическое моделирование тоже 15. Ну что, будем проверять, сколько в сумме? Не рискнем? Ну, я думаю, наши абитуриенты в случае необходимости подсчет сделают сами. Сколько направлений всего есть на бакалавриате? Давайте будем считать еще раз вместе. Если мы не берем заочное обучение, то, соответственно, математика, механика и математическое моделирование, математика и компьютерная науки, педагогическое образование, то есть так называемое с двумя профилями подготовки, где мы готовим учителей математики и информатики, и направление прикладная механика. Я ничего не забыла, коллеги? Ну, коврияти нет. Также абитуриентов интересует, какой проходной балл был в прошлом году на направлении математика и компьютерной науки? На направлении математика и компьютерной науки в прошлом году средний балл был, если мы, так сказать, не по сумме будем брать, а по одному предмету, 84,7. Но для того, чтобы получить сумму, можно умножить на 3. Да, я думаю, справиться с этим возможно. Но на самом деле я должна сказать, что, несмотря на то, что последние годы у нас увеличивается количество бюджетных мест, то есть, например, в прошлом году количество бюджетных мест было больше, чем в позапрошлом, но при этом средний балл у нас тоже увеличивается. И, как ни парадоксально, средний балл по направлению математика был выше, чем средний балл по направлению математика и компьютерной науки. Расскажите, пожалуйста, подробнее про педагогическое образование в вашем институте. Ну, слово подробнее, опять же, довольно такое сложное. Давайте, может быть, кому-то будет действительно интересно что-то конкретное из наших слушателей. Но здесь, наверное, нужно сказать, что когда проходила реорганизация и несколько вузов объединялись в Казанский федеральный университет, были разные версии, но было принято решение отдать подготовку учителей-предметников в институты. То есть наш институт готовит учителей математики и информатики, например. И отличие от остальных направлений, в первую очередь, в том, что это бакалавриат, но бакалавриат пятилетний. То есть для того, чтобы стать учителем математики и информатики, нужно учиться в нашем институте пять лет. В отличие от более стандартного четырехлетнего бакалавриата по другим направлениям подготовки. И мы считаем, нам очень хочется в это верить, что наши выпускники не только хорошо владеют, так сказать, педагогическим мастерством, которому их учат специалисты института психологии и образования, Но наши выпускники, наши будущие учителя математики хорошо также владеют и предметной частью. То есть они хорошо знают математику, неплохо разбираются в информационных технологиях, причем не только, как, так сказать, с точки зрения теоретических аспектов, но и с точки зрения практических навыков и использования информационных технологий и цифровых технологий во своей деятельности. Мы очень верим в то, что мы готовим, собственно, новое поколение учителей. Не надо забывать про олимпиадную подготовку, потому что этим в институте занимаются люди, которые являются там членами жюри, республиканской. Вот, один из них перед вами сидит. И не только. То есть у нас есть достаточно квалифицированные кадры для олимпиадной подготовки. То есть сейчас очень востребована действительно олимпиадная подготовка по математике, и мы действительно считаем, что учителя будущие, и те, кто приходят в школу, должны уметь решать, в том числе олимпиадные задачки, должны уметь учить этому других. И вот мы стараемся сделать все, чтобы наши выпускники этими компетенциями обладали. Как раз с этим связан мой следующий вопрос. Какие кружки и сообщества еще представлены для студентов? Ну, о кружках я, может быть, попрошу рассказать моих коллег. Ну и сначала слово Константину Андреевичу Поташову. Да, спасибо. Ну вот, у нас есть отделение механики, и в отделении механики можно в первую очередь назвать такое объединение, как Малое студенческое конструкторское бюро. В первую очередь оно, наверное, сейчас связывается с новым направлением, это прикладная механика. То есть там студенты могут испытать или освоить такие навыки, как работа руками, как ни странно, а не только головой, как у нас в институте. То есть они могут сконструировать какие-то механизмы по каким-то предварительно полученным со своими научными руководителями чертежам. У нас появляется новое оборудование, то есть это и 3D-принтеры, и лазерные резаки. То есть вот то, что сейчас популярно и интересно. Тем не менее, не ограничивается этим. У нас студенты объединяются в основном в такие вот кружки, можно это назвать, вокруг научных руководителей и центров научных исследований, которые происходят. В качестве такого наиболее многочисленного, наверное, и интересного для молодых студентов можно назвать направление, связанное с биомеханикой, которое сочетает в себе то, чему мы учим. То есть это методы математического моделирования, обработка цифровой информации с теми задачами, которые возникают в медицине. Кроме того, объединение студентов можно назвать такие, которые формируются вокруг, вот сейчас, в данный момент времени, работы по заказу от нефтяных компаний. То есть наши студенты, они уже в состоянии помогать нам и участвуют в выполнении научных договоров. Это тоже как-то их сближает, мотивирует, и они считают, что они в каком-то кружке находятся. Ну вот так вот, если кратко. Акадий Александрович? Ну, есть стандартные математические кружки, которые занимаются теми или иными проблемами математики по интересам. У нас есть члены нашего мат-центра, которые ведут вплоть до интернет такие кружки. Так что такие возможности есть, главное захотеть. Ну, на самом деле, практически на каждой кафедре у нас работают, ну, студенческий кружок, факультатив, можно называть как-то угодно. И все зависит от студентов. То есть мы, когда встречаемся с нашими первокурсниками на каких-то лекциях по основным математическим дисциплинам, они, так сказать, в первое время, конечно, пытаются разобраться, чему же их учат, но для того, чтобы это понять, действительно, очень важно бывает поработать в малых группах, порешать какие-то конкретные задачки, обсудить какие-то проблемы, которые лежат за пределами программы как таковой. Ну, хотя это тоже вопрос, наверное, спорный. И поэтому у нас практически на каждой кафедре и на каждом курсе есть кружок, семинар, факультатив, это можно называть как угодно. И студенты могут перемещаться по этим, так сказать, кружкам, выбирая себе те направления исследования, которые покажутся им интересными в данный момент времени. Да, еще вот я добавлю, у нас есть достаточно результативный, эффективный кружок по олимпиадам по теоретической механике. Наши студенты регулярно каждый год участвуют во всероссийских, международных олимпиадах и занимают там призовые места, теоретические места. Я бы упомянул еще наличие всевозможных семинаров, объявления вы можете видеть периодически у нас в институте, когда приезжают люди или кто-то из местных проводит там целый курс лекций. То есть главное есть желание прийти и можно учиться. Вопрос волнующий, наверное, всех. Как будет проходить процесс поступления в этом году, как, куда подавать документы? Процесс поступления в этом году, во всяком случае, как нам обещал недалеко сегодня утром ответственный секретарь приемной комиссии, будет проходить в совершенно стандартном варианте. То есть приемная комиссия начнет свою работу. Во-первых, надо сказать так, что для того, чтобы появился личный кабинет, у нас есть такая образовательная сеть «Будь студентом». Практически все абитуриенты регистрируются в этой сети и загружают туда основную массу документов. Но тем не менее мы надеемся, что эта приемная компания, приемная компания этого года, будет стандартной по сравнению с прошлым годом. То есть точно так же, как все годы, кроме 2020-го, двери университета будут открыты для абитуриентов и их родителей, а цифровые форматы будут только упрощать жизнь, но не заменять их совсем. Абитуриентов интересует прикладная математика направления. Сложно ли туда поступить? У нас нет направления прикладная математика. У нас есть направление прикладная механика и есть математика как таковая. Математика и компьютерная наука. Математика и компьютерная наука. Об этом нас уже спрашивали. Проходные баллы у нас везде довольно высокие. Насколько вырастет стоимость обучения? Насколько вырастет стоимость обучения, мы сейчас сказать не можем. Я могу только сказать, что по прошлому году приказ о стоимости обучения издавался в конце мая. Ну и в связи с той обстановкой, которая год назад складывалась в стране, стоимость не изменилась по сравнению с позапрошлым годом. Вряд ли такая ситуация сохранится в году текущем, но, как правило, стоимость обучения увеличивается не более чем на уровень инфляции годовой. То есть это несколько процентов. Есть ли устный экзамен для поступающих в магистратуру? Если да, то как он проходит? Что в этом году с устным экзаменом? В этом году закладывается тестовый экзамен, письменный, может быть, по каким-то другим направлениям. Но на механику матмоделирования экзамен будет в виде теста письменного. На остальные направления тоже, да. То есть нужно будет решать определенные задачи, ну и, соответственно, вводить ответы. Другое дело, что в прошлом году это было онлайн, а в этом году? Я думаю, что будет смешанный формат. Так. Расскажите, пожалуйста, про программу подготовки учителей и математики и информатики на заочном отделении. Ну, здесь можно сказать следующее. У нас был некоторый перерыв. То есть подготовка на заочном отделении велась. И поскольку потом из каких-то соображений, я сейчас не могу сказать, из каких, было прекращено, прекращен набор документов на заочное отделение, но поскольку востребованность учителей математики очень большая, и в республике ощущается очень явная нехватка учителей математики и информатики, возникла идея возобновить обучение в заочном формате, поскольку современные средства позволяют это сделать на довольно хорошем уровне. И вот с прошлого года мы вновь набираем учителей, желающих стать учителями математики, на заочное отделение. У нас при 10 бюджетных местах в прошлом году на первый курс поступило 13 абитуриентов. И обучение ведется, в общем, в довольно стандартном виде. Нам сейчас помогают современные средства связи, если так можно выразиться. И, наверное, для тех, кто учится на заочном отделении, вот тот опыт, который мы все приобрели за прошедший год, особенно за весну 2020 года, когда мы, так сказать, очень быстро перешли в дистанционный формат и вынуждены были научиться в нем жить для того, чтобы наши студенты чувствовали себя комфортно, и те знания, которые мы готовы были им передать, ничуть не уменьшились по сравнению с обычным форматом. В этом смысле, я думаю, что все наши педагоги приобрели большой опыт, который помогает. Она в работе с нашими студентами, учатся они заочно или дистанционно. Такие тоже есть, те студенты, которые, скажем, по каким-то причинам не смогли въехать на территорию Российской Федерации. То есть сейчас мы работаем вот в таком смешанном формате, и заочники наши тоже, в общем, не чувствуют себя обделенными совершенно. Спасибо. Есть ли какие-то международные программы? Ну, вопрос непростой, потому что в настоящее время реализация международных программ, она, так сказать, не самая, так сказать, востребована, да, потому что так, как раньше хотелось бы нам реализовывать ее, у нас такой возможности в настоящий момент нет. Настанин Андреевич, может быть, вы расскажете о тех ребятах, которые посетили? Да, у нас есть пример студентов, которые посетили зарубежные университеты и прошли там стажировку. То есть два года назад, если я тут примерно не ошибусь, я думаю, двое студентов, выпускников сначала прикладной механики, а потом они уже были магистрами механики и матмоделирования, они съездили в Китай, в Шенчжинский университет мехатроники, и там прошли три месяца стажировки. Вот, это такая вот программа обмена. Соответственно, и с той стороны к нам приезжали студенты и проходили стажировку у нас. Позже двое студентов уже направления аэрогидромеханика, они съездили в университет Конозавой в Японию, тоже прошли там стажировку, но более краткосрочную. Соответственно, тоже предполагается студенческий обмен. Ну вот, в таком формате происходит. Ну, по поводу университетов Японии, университет Конозавы, у нас сейчас как раз идет оформление и согласование учебного плана совместного, программы потенциально двойных дипломов, а именно по направлению математика. Но также хотелось бы сказать, что в связи с некоторыми изменениями в структуре института, такими как появление в институте кафедры математической статистики, которая традиционно уже несколько лет вела подготовку по совместной программе тоже с Шэньчжэнским университетом в области науки о данных, университет Китая, да, город Шэньчжэнь, то сейчас, наверное, можно сказать, что эта программа, ну, во всяком случае, в том числе и в Институте математики и механики, также будет развиваться. Точно так же, как, наверное, вместе с Институтом учислительной математики и информационной технологии у нас продолжит развиваться программа с Чешским техническим университетом в Праге. Но все это программы магистрские. Если мы говорим об аккалавриате, то, наверное, я возьму на себя смелость утверждать, что базовые знания надо получать дома. То есть на уровне стажировок это еще возможно, но лучше будет, если первое время какие-то базовые вещи ребята получат на месте, ну, а дальше перед ними... И мы делаем все, чтобы, во всяком случае, для стажировок ребята были подготовлены, в том числе уже и к работе на иностранном языке. Для иностранных студентов в каком формате пройдут вступительные испытания, которые находятся за пределами Российской Федерации? В дистанционном формате. То есть, как бы сейчас опыт прошлого года показал, что система, ну, конечно, с некоторыми недочетами, но отработала. Система прокторинга позволяет нам принимать экзамены и у тех абитуриентов, которые не могут въехать на территорию Российской Федерации. И именно поэтому все наши, так сказать, тексты вступительных экзаменов, будь то экзамены в бакалавриат, да, или экзамены в магистратуру, они адаптированы к возможности сдавать их дистанционно. Ну, поскольку все должны быть в одинаковых условиях, естественно, все эти варианты будут одинаковыми для тех, кто будет сдавать очно, и для тех, кто будет использовать дистанционный формат. Могут ли иностранные студенты поступить на бюджет? Да, могут, безусловно, только это не могут быть абитуриенты из любой страны, но мы знаем, что есть несколько стран, граждане которых могут претендовать на бюджетные места. Ну, например, это Республика Беларусь, причем в этом году в Казанском университете было принято решение, что выпускной экзамен, который сдают школьники в Республике Беларусь, если так можно выразиться, приравнивается к нашему экзамену единому государственному, и по результатам выпускного экзамена в Республике Беларусь ребята могут также претендовать на бюджетные места. Кроме этого, абитуриенты из Казахстана могут претендовать на бюджетные места, ну, и еще несколько стран СНГ. Кому и на каких условиях предоставляется общежитие? Ну, общежитие предоставляются всем нуждающимся, и все наши первокурсники, во всяком случае, проживают в деревне Универсиады. По-прежнему лучший студенческий кампус России. Очень хочется в это верить, во всяком случае. Проводятся ли Олимпиады для школьников, и учитываются ли их результаты при поступлении? Ну, про Олимпиады, Аркадий Александрович, может быть, вы расскажете немножко? Олимпиады, безусловно, проводятся, и не одна. Да, есть Российская Олимпиада, у нас в Патерстане проводится ее республиканский этап, но, кроме того, мы проводим свои Олимпиады, и не одну. Вот вопрос учитывается ли? Нет, ну, опять же, здесь есть определенные правила, да, то есть есть некий, так называемый, список Олимпиад, результаты которых тем или иным образом учитываются при поступлении, причем не только в Казанский федеральный университет, а в любой другой вуз Российской Федерации. Но поскольку, скажем так, этот список Олимпиад, да, довольно значительный, я думаю, не стоит их сейчас перечислять, ну, а со всеми правилами абитуриенты могут ознакомиться на сайте приемной комиссии. Есть ли у вас курсы подготовки к ЕГЭ для 10-х классов? Нет, конкретно в нашем институте курсов по подготовке к ЕГЭ в настоящее время нет, но у нас есть некоторые, во-первых, это есть в планах, давайте так будем говорить, а во-вторых, то есть если у кого-то действительно возникает потребность, у нынешних 10-классников в подготовке, обращайтесь к нам в институт, мы будем что-нибудь придумывать. Но кроме этого у нас есть, во-первых, опыт работы в школах республики, не только в казанских школах и гимназиях. Некоторые наши коллеги ведут занятия по подготовке к ЕГЭ в школах не только в Казани, как я уже сказала, но и в других районах республики. А также лично у меня был, например, опыт работы с школьниками, с абитуриентами из Казахстана, когда мне просто было интересно с ребятами, мы обсуждали какие-то сложные задачи. Так что если у кого-то действительно возникает потребность в подобных занятиях, мы обязательно что-нибудь придумаем. И последний вопрос. Будет ли очный день открытых дверей? Я надеюсь, что да. Я думаю, что в июне обязательно мы проведем несколько дней открытых дверей, когда абитуриенты вместе с родителями могут посетить наш институт и своими глазами увидеть то, что их ожидают. Ну, конечно, у нас, в общем, это наша вечная проблема. Нам не так много есть что показать, что называется, потому что в этом специфика нашего института. У нас не так много красивого оборудования, а то, что есть, оно не всегда понятным образом работает. То есть работать оно, безусловно, работает, но не всем становится сразу понятно, в чем же эта работа заключается. Да, то есть оно предполагает определенную подготовку, и все то наглядное, что мы можем показать, оно предполагает, что люди уже обладают определенным пониманием механики, физики процесса. Но, тем не менее, да, у нас лабораторные тоже проходят, есть лабораторное оборудование, физико-механический практикум, там у нас есть и по гидравлике, и по твердому телу, то есть некоторые оборудования есть. Нет, конечно, мы можем напугать, приведя в лабораторию биомеханики, да, открыв холодильник, там наши коллеги изучают совместно с медиками, так сказать, скелеты некоторых животных, да, вот как бы напугать мы можем, да, но не хотелось бы, конечно. Понятно, что мы можем познакомить абитуриентов с математиками, которые когда-то работали в нашем институте и в Казанском университете. Мы делаем все, чтобы эти математики были, так сказать, представлены в институте как можно более наглядно. Поэтому, ну, на самом деле... Математика наука теоретическая. Да. И это главная специфика, да. На самом деле приходите, и мы попробуем рассказать о том, что у нас происходит, а не показать в большей степени, да, потому что... И на самом деле действительно нужно приходить, потому что вот эта вот энергетика, которая возникает, когда ты смотришь в глаза собеседнику, она оказывается намного более действенной, чем какие-то красивые стены, интересные, может быть, даже опыты. Мы надеемся, что мы сумеем объяснить, почему приходить нужно именно к нам. Ну, и, может быть, все-таки тогда стоит немножко рассказать. То есть математика в Казанском университете существует столько, сколько существует университет. И имя Лобачевского, которое так часто используется, особенно не специалистами, может быть, да, это не единственное имя, которым гордится Казанская математическая школа, которой мы вот все присутствующие, так сказать, смеем себя причислять тоже. Мехмат, как до сих пор кратко называют, наш институт, как бы он свое название не менял, существует уже почти 61 год, то есть он был, так сказать, выделен, если хотите, да, из физико-математического факультета, тогда разделился физико-математический факультет на физфак и Мехмат. Поэтому история даже уже у Мехмата довольно долгая. Десять лет назад была тоже некоторая реорганизация, тогда, когда создавался Казанский федеральный университет, наш факультет стал институтом, приобрел новые кафедры, увеличился. Но мы не стоим на месте. И вот в этом году у нас тоже, я хочется верить, интересное приобретение у института, это кафедра математической статистики, направление, которое востребовано сейчас очень. Я надеюсь, что это направление тоже внесет, если так можно выразиться, какую-то новую струю в нашу жизнь. А то, что касается Лобачевского, мы, что называется, чтим его память, и не только мы, и весь университет, и, в общем, это Татарстан тоже, потому что уже в этом году третий раз будет вручаться премия и медали Николая Ивановича Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной прикладной математики. И это событие, ну, может быть, действительно мирового масштаба. Вот, может быть, о геометрии Аркальцан еще немножко расскажет, о геометрии в нашем институте. Ну, вы, наверное, знаете, что в Казанске университеты геометрия, это, в общем, довольно такие связанные вещи. И геометрические исследования с времен Лобачевского были во главе этих исследований. Сейчас это направление получило новый толчок. Мы пригласили в качестве преподавателей различных ученых из различных городов нашей страны, из Новосибирска, из Дубны, из Москвы, из Уфы. И если вы поступите сюда в магистратуру, у вас будет возможность в этом направлении получить весьма и весьма хорошее образование. Так что приезжайте, поступайте. Спасибо за ваши ответы. Я напоминаю, что это был инсталайв для абитуриентов, поступающих в Институт математики и механики имени Лобачевского Казанского федерального университета. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова